В колоссальном шоке. Причем, коллеги, мы общаемся с вами и говорим о финансовой индустрии. Но выходя из этого отеля, мы сразу становимся клиентами других индустрий. Смотрите, рестораны, которые работают в Москве с 8 утра, их стало катастрофически меньше. Когда я спросил, почему моя любимая кафе Рагу на Белорусской стала работать с 10, а не с 8 утра, где раньше мне удобно было встречаться с клиентами, они сказали, вы знаете, мы посчитали, что затраты на персонал для нас очень дорогие. Соответственно, я понял, а вы внедрили динамический став в модель. И стали считать затраты на персонал как самый большой кост. Они сказали, мы ничего не поняли, но в принципе вы правы. Второе, на потребителей действует отложенное эхо массовой пропаганды, я не говорю хорошая, она не плохая, которой подвергается население последние годы полтора. Когда мы с коллегами обсуждаем этот вопрос, я говорю, уважаемые маркетологи, посмотрите, потому что пропаганда – это самый эффективный инструмент работы с массовым потребителем. Если вы это делать умеете, ваш бренд будет вечен. И это второй тренд. И это неспокойствие потребителя, оно влияет на все. Как раз то, что говорит коллега о том, что массово идут размещать на дорогие депозиты. Причем вспомните, какой банк первый сделал самую дорогую ставку более 21%. Кто-нибудь помнит из коллег? Правда. Нет, Альфа-банк. Первый задрал ставку Альфа-банк. Потом задрал ставку Сбербанк по корпоративным депозитам, которые доходили до 36%. Общаясь с коллегами, я спросил, ребята, что случилось? Они ответили очень просто. Мы посчитали, у нас будет потенциальный ликвидити гэп на корпоративном рынке. Что произошло, кстати? Крупные корпорации перестали платить за аренду. Я заезжал в Евросеть в Нордстар и увидел колоссальные очереди у лифта. Если вы знаете, Роснефть не платит за аренду, потому что разместил деньги все на депозите. И отключили лифт во всем здании. Оставили один, и по утрам колоссальная очередь. Я говорю о том, что все вещи, которые происходят вокруг нас, они так или иначе влияют на нас, как на потребителей других услуг. И мы влияем, как создатели услуги финансовые, на другой рынок. Поэтому тренд, который я вижу, что мы стали очень сильнее взаимосвязаны. Мы видим, начиная от кафе и ресторанов, то, что больше стали люди ездить в метро. Потому что посчитали, сколько платят в месяц за парковку около своего бизнес-центра. И выгоднее ездить на такси, например, или в метро. Поэтому на самом деле рынок сильно меняется. И это на самом деле неплохо. Просто кто первый в него встроится с точки зрения своей бизнес-модели, наверное, для того и будет какой-то перспективный ход. Ну, мы на самом деле отметили совершенно разные характеристики, которые мы заметили в изменении поведения потребителей. И тогда в продолжение вопроса. У нас конференция маркетинговая. А тогда какой самый главный инструмент, самый удачный, самый точный для работы с уже измененным потребителем? На что мы делаем ставку? Я, наверное, поставлю основу, что кукле, которому попрошу вас ответить. Вы, потому что, наверное, сейчас уже убегаете. А ваш ответ очень важен. Через пять минут мне, конечно, еще не хочется убегать, потому что страшно интересно. Постараюсь потянуть еще время, поторговаться своей совестью. Вы знаете, я по маркетингу предупредитирую Гена Реторе, да? Потому что если человек лучше всех там что-то пишет книги, поет песни или делает мышеловки, я даже живем в души, люди протопчут не на тропинку, да? Вот у нас в этом смысле скучная отрасль, потому что у нас вот маркетинга как такового нет, да? Ну, платежи нету после маркетинга. Ну, виза там, потому что вешают баннеры, типа, вот виза – это круто, да? Ну, ну что? Ну, вот никак. Никак. Ну, они сами к нам идут, не знаем, куда от них деваться. Вот. На самом деле, это действительно очень интересный вопрос. Может быть, вот вы, как профессионалы, знаете, вы подумаете, было бы интересно поговорить. У меня, конечно, маркетинг финансовых услуг сейчас прерывает кризис, свой самостоятельный кризис. Уж никто не понимает, как продавать. Уж они коммодизируются, и все равно, что продавать там воду. Ну, или как вот коммодизировать такси после появления Яндекс.Денег. Ну, исчезла реклама такси. Вот, поэтому вот такой вот скучный ответ. Ну, у нас клиенты все-таки, ну, не то, что там как коммодизировать, как платежную систему, но близко к этому действительно серьезный спрос, который спровоцирован тем, что банки отказывают в кредитах, и люди, естественно, в поисках денег приходят на метафинансовый рынок. Все-таки достаточно серьезный акцент придется делать на сегментацию рынка, с тем, чтобы из того потока клиентов, которые приходят на финансовую организацию, отбирать тех, кто действительно способен сплатить по своим обязательствам. То есть, такой вот не столько привлекающий маркетинг, сколько разделяющий на группы. Я хотел бы сказать, что, наверное, самым интересным инструментом... Продолжение следует...